Дорогие коллеги, добрый день. Мы рады приветствовать вас на очередной проектной среде. Если мне не изменяет память, наверное, 21-й, а может быть, 20-й по счету за текущий год. Мы сегодня встречаемся по теме риски. Будем говорить про риски в проектном управлении. Говорить второй раз, потому что в прошлой осенью у нас также была встреча. И снова коллеги просят эту встречу провести. Честно скажем вам, для нас всегда непросто проводить проектную среду по рискам, по нескольким причинам. Во-первых, очень трудно найти профессионалов. Это всегда более длительная и тяжелая подготовка. Во-вторых, сама тематика, она во многом наполнена такой, с одной стороны, профессиональной эзотерикой, а с другой стороны, очень сильно заболочена различными искажениями. Поэтому мы постараемся сегодня поговорить про риски рационально, несколько снизить этот уровень заболоченности. И дальше я передаю слово нашему неизменному ведущему Кириллу Кузнецову. Кирилл, приветствую, ты в эфире. Спасибо, Николай. Добрый день всем, кто к нам подключился. Добрый день всем, кто слушает нас в записи. У нас сегодня будет три очень интересных доклада. Что касается управления рисками на проектах, то обычно, когда говорят о проектах, подразумевают уникальность конечного результата продукта. При этом, за скобками, как-то остается, что на проектах еще и организационный механизм получения этого продукта обычно столь же уникален. Классический пример стройка, когда конфигурация с организацией, которые принимают участие в стройке, каждый раз различается, если это, конечно, не типовое домостроение. А если у вас нет стабильной организационной структуры, то возникает то, что мы привыкли называть рисками, причем их природа совершенно отличается от тех рисков, с которыми сталкиваются наши коллеги в финансовой отрасли, где они, наоборот, регулярно выполняют операции, транзакции, которые могут приводить к прибылям, к доходам, к нести убытки. И это все можно нивелировать за счет финансовых резервов. В управлении проектами иногда никакие финансовые резервы не помогут справиться с возникшими проблемами. Вот об этом мы сейчас и поговорим. У нас традиционные три направления – люди, процессы, технологии. И первый доклад по направлению люди, он не только про людей, он иронически еще и про искусственный интеллект. выступит с докладом мой коллега Сергей Грачев из группы компании «Генезис Знаний» и расскажет о том, какие возможности, не только возможности, но и новые риски, создает применение искусственного интеллекта для проектов и для людей, для нас с вами. Сергей, тебе слово. Добрый день. Спасибо. Добрый день. Видно ли мой экран? Да. Да, коллеги, добрый день. Спасибо за возможность поделиться некоторыми идеями, переживаниями, опытом. Я планирую три вопроса затронуть. Во-первых, особенности систем, информационных систем, безусловно. С участием искусственного интеллекта мы этот класс называем «автономные интеллектуальные системы». АИС, в принципе, термин уже приживается. Далее посмотрим на мое видение, что мне показалось интересным в стандартах, своде и кодексе. Я их зачитывать не буду, собственно, на экране. И, наверное, самое интересное, я попробую рассказать о примере использования искусственного интеллекта для работы с рисками. Причем вот мне вот такая форма вопроса, она пришла в голову сегодня утром. Это вот свежая. И скин для работы с рисками в области искусственного интеллекта. Возможно ли это? Ну, на мой взгляд, вполне. Если прямых прямо сейчас возражений против такой повестки нет, то давайте начнем. Что мы понимаем под автономными интеллектуальными системами? Это системы, в которых опыт людей по управлению бизнесом, ну да, мы говорим про интеллектуальные системы по управлению бизнесом, безусловно. Вот давайте в этом домене пока останемся. Опыт людей по управлению бизнесом оцифровывается, формализуется и накапливается в базе знаний. При этом происходит отторжение этого опыта от носителей этих знаний и опыта. Непростой иногда болезненный процесс. Далее. Некая группа программных роботов, в нашем случае агентов, забирает на себя рутину по формированию, согласованию и контролю управленческих решений. Почему агент? Потому что это самостоятельная автономная единица, у нее есть цель, и агент представляет чьи-то интересы. Конкретные интересы, конкретного человека, наверное, пользователя, заказчика в какой-то конкретной области. При этом человек никуда из этой картины не уходит, несмотря на то, что система автономная, человек становится экспертом, который настраивает взаимодействие агентов в их виртуальном мире. Вот здесь вот у нас показаны андроиды у меня на картинке. Это противопоставление. Мы не про андроидов говорим, мы говорим про программных роботов. Вот так вот, на противопоставлении такой ассоциативный якорек. В чем, собственно, ноу-хау, я бы сказал, в том, что агенты коммуницируют, взаимодействуют, и они конкурируют и сотрудничают, кооперируют, так же, как это делают люди. При этом достигают поставленных целей путем переговоров. Я сейчас немножко вот, ну, сузил, ограничил класс, да, для того, чтобы мы могли поговорить про риски и более предметов. Пара слайдов про позиционирование. Вот если говорить о процессе разработки, внедрения из кино, то вот то, что сейчас на экране, я не претендую на какую-то глубину анализа или там широкое обобщение. Сюда можно еще строчек добавить в эту табличку. Здесь идея в том, что люди, когда начинают делать решения искусственного интеллекта, они подражают чему-то натуральному, естественному. Пытаются вначале это копировать, а там потом, может быть, улучшают. Экспертные системы копируют процессы логического вывода. Здесь, я думаю, вообще вопросов нет. Так же, как и нейросети, попытка подражать сети нейронов головного мозга. Ну, сейчас как бы уже идут своим путем, но тем не менее. Хорошо работают в задачах распознавания, классификации объектов, генерации по образцу и так далее. Генетические алгоритмы, эволюционный отбор набора признаков, тот процесс в естественной природе, которому они пытаются подражать. И, наконец, то, о чем я сегодня хотел упомянуть, это семантические сети, не нейросети, а именно семантические, смысловые. Для представления знаний. Чаще всего в этих сетях лежат антологические модели, и здесь мы еще даже вот наследство научное Аристотеля не все использовали. Вот, он в антологиях был силен. И агенты целей, которые копируют процессы конкуренции, кооперации в живой природе. Это помогает искать констенсус. Консенсус не оптимум, минимум, максимум целевой функции, нет. Консенсус большого количества разных меняющихся целей при разных меняющихся ограничениях. Это вот наши реалии сегодняшнего мира управления бизнесом, когда решения становятся все сложнее и сложнее, и все динамичнее и динамичнее их принятие происходит. И, наконец, вишенка на нашем торте ИИ – это эмержентный или коллективный искусственный интеллект. Здесь мы идем от поведения роя пчел в колонии муравьев, либо группы людей в большой переговорной комнате. Честно говоря, не сильно отличаются по поведению. Ну и там последние полтора года роевой интеллект вдруг привлек огромное влияние, сами понимаете, кого. Этот подход позволяет решать уже недоторминированные задачи, когда какого-то метода или модели более-менее понятной нет. Решать задачу нужно, ну давайте с чего-то начнем. Примерно так, как договариваются муравьи, пчелы и так далее. Ну и, безусловно, существуют гибридные методы. Почему, собственно говоря, я назвал эмержентный или коллективный интеллект вишенкой на торте? Есть вот такая ретроспектива, левая колонка, где даты я не претендую на точность совершенно. Вот если есть критика, я ее с удовольствием приму. Но идея в том, что технологическая гонка, в которой мы все участвуем, скорее всего, эта гонка быстрее всех решить самую сложную задачу в каком-то домене, на каком-то горизонте времени и так далее. Когда-то была задача собрать как можно больше транзисторов в одной интегральной микросхеме. Задачу успешно решили. Она, собственно, не потеряла своей актуальности, но уже не самая главная, не самая первая. Такое обобщение. Кто напишет самую большую программу? Ну, грубо говоря, в строчках кода. Я сейчас понимаю, что упрощаю. Тоже задача решена. Самая большая, самая нейросеть, тоже уже задача решена, и мы видим ее результаты. Кто соберет самую большую антологию? Тоже задача решается, в том числе такими монстрами, как DARPA, агентство по инновациям Пентагона. У них задача описать физический мир, вот как он есть. С теплом, с трением, с антропией и так далее. Вот тезис на этом слайде в том, что, видимо, следующая большая задача, самая сложная, это создать самую большую колонию из кинов, которые бы моделировали окружающий мир у себя в виртуальном и вырабатывали какие-то решения, рекомендации и так далее. Вот тому, кому это удастся сделать, у него, на самом деле, по использованию этой колонии будут большие возможности, может быть, самые большие. И все это, вот эта гонка, она, безусловно, ускоряется. Вот, собственно, даты я здесь привел для того, чтобы показать, что промежутки времени все больше и больше сокращаются. Если сравнивать то, о чем я сейчас говорю, с классикой, то мы однозначно говорим про то, что в отличие от классических методов планирования, где вообще нет учета интересов, есть мат-модель и есть, скажем так, целевая, может быть, не одна функция. И, собственно, и все. Нейросети прекрасно решают задачи по образцу, даже генеративные. А вот базы знаний, знаний, которые проверены людьми, людьми верифицированы, и мультиагентные сети, агенты как способ анимирования мыслов в сети, и, собственно, они позволяют решать новые задачи на основе предыдущего опыта. Вот я разграничиваю генеративные сетки и семантические сети, генеративные нейросети и семантические сети. Это разный подход к разным задачам. И те, и другие хороши по-своему в своих задачах и так далее. Если говорить про эффект, который автономные интеллектуальные системы, собственно, дают, у меня два слайда на эту тему. Вот этот слайд, он родился в ответ на запрос бизнеса, он немножко такой рекламный. Но идея в том, что если у вас есть база знаний настоящая, где отчужден опыт и знания людей, и крупицы знаний постоянно в нем накапливаются, то в каждые из моментов, когда вы извлекаете уроки, какая-то итерация управленческого процесса прошла. Здесь там 50-й цикл, вполне всем знакомый. Вот эти крупицы сразу, ну или почти сразу, поступают в базу знаний. Если это так, то их можно уже использовать на следующей итерации. Для планирования, для анализа и так далее. И вот подход с использованием базы знаний в рамках АИС позволяет сделать непрерывное совершенствование бизнеса неизбежным. Действительно неизбежным. Почему? Потому что мы начинаем извлеченные уроки использовать сразу. Вот наращивая, наращивая, наращивая эффект от, собственно говоря, применения искусственного интеллекта. И еще один обобщающий слайд. Я, опять же, не претендую здесь на глубину анализа. Это обобщение нашего опыта по реализации, ну, порядка сотни, наверное, проектов по разработке, внедрению пилотных проектов, промышленных проектов, систем управления ресурсами, наверное, половина, систем управления требованиями, инжиниринга и так далее. Какие мы видим эффекты? Руководитель становится экспертом, который настраивает процессы управления. У него смещается фокус с рутинным на настройку процесса. Самое интересное и самое важное. У руководителей появляется неограниченный инструмент или инструмент неограниченного сценарного анализа. Что если? И вот примерно у 80% руководителей, с кем мы работали, когда вот система запускается в эксплуатацию, у них открывается недержание фантазии. А что будет если? Давайте попробуем смоделировать вот такую ситуацию. Давайте сделаем вот это. Они уходят от ограниченного количества вариантов управленческих решений. То есть их не то, что неограниченные, их достаточное количество. Вам хочется поменять исходные условия чуть-чуть. Да, вот вам очередной вариант плана строительства, например. И так далее. Ну и безусловно мы переходим от выбора лучшего из имеющихся вариантов к формированию оптимального варианта управленческого решения. Вот это на мой взгляд самое ценное, самое интересное, что человек может получить от АИС. При этом, безусловно, повышается устойчивость безопасной системы управления. Кстати, это, безусловно, про риски сразу. И этот пункт, он был сформулирован нашими коллегами из Росатома. Почему? Потому что снижается вовлеченность людей в рутину процесса управления. Именно там, где человеческий фактор с ошибками, не со зла, но просто вот люди, они такие. Им свойственно загрубить картину мира, чтобы в ней легче было разобраться и принять решение. Им свойственно усталость, им свойственно эмоциональное отношение к принимаемому решению и так далее. Вот это все уходит. Человеку остается креатив. Еще раз, человек из картины мира не уходит никуда. И вот так же, как в свое время персональные компьютеры в бухгалтерии, начало 90-х, ну в России во всяком случае, все говорили, ну все, сейчас мы всю бухгалтерию сократим, вот появился компьютер. Персональные компьютеры изменили большое количество рабочих мест. Да, они создали гораздо больше, чем сократили этих рабочих мест. То же самое будет с искусственным интеллектом. Ну не будет, а уже происходит с искусственным интеллектом. Это вот еще такой второй большой тезис. Ну и безусловно повышается устойчивость за счет повышения автономности отдельных частей процесса. Ну и как я уже показал, непрерывные совершенствования бизнеса становятся неизбежными. Важная деталь вот того подхода, о котором мы говорим, то, что мы наконец-то уходим от абстракции, от формальной логики. Формальный не значит плохой. Когда у нас есть расчетная модель бизнес-процесса, там хорошая мат-модель бизнес-процесса, но реальность это не мат-модель. Мы переходим к набору небольших антологических моделек, которые полностью проверяем у человека. Вот мы уходим от ситуации, когда вы задаете вопрос эксперту, эксперт мучается, пыхтит, думает, краснеет, потеет и так далее. Вы дает какой-то ответ, вы говорите, вы в нем уверены? Он говорит, ну не совсем. А другого ответа у вас нет, и другого эксперта у вас нет. Вот здесь мы приходим к ситуации, когда размер модели антологической, он комфортен эксперту. На вопрос, действительно ли вот эта модель, не знаю, там, нефтяного насоса в скважине актуальна? Он говорит, да, конечно, смотрите, частота работы насоса, расход, давление. Все, да, я в этом уверен. Вот это, с точки зрения взаимодействия с системой людей, это очень интересный такой большой плюс. Интеграция вот этих маленьких антологических моделек в большую происходит автоматически. За счет все той же базы знаний. Тезис. Зачем эскины нужны? И вот вообще, почему мы с этим взаимодействуем? Прошу прощения. Зачем мы этим занимаемся? Эскины помогают человеку достичь того, о чем он мечтал. Причем вот именно с таким вот сложно подчиненным предложением не просто там эскины помогают человеку реализовать мечты. Красота. Нет. Человек достигает и так далее что-то, о чем он мечтал. Это были плюсы. И без минусов не обойтись. Я, честно говоря, вот здесь, ну, я много могу рассказать проблем, но так или иначе мы возвращаемся к людям. Либо которые, искусственный интеллект создают, у них проблемы. Люди, либо люди, которые используют АИС, и тогда у них есть проблемы в использовании. Просто вот три разных ситуации. Как пример. Автономная интеллектуальная система, управление проектами, сложными проектами крупного строительства, освоение нефтегазовых месторождений, пилотный проект. Есть два разных варианта плана реализации проекта. Они, между ними там несколько тысяч отличий, да. Хотя строк не так много в этих планах, они достаточно высокоуровневые. И заказчик, ну, представитель заказчика, пользователь системы говорит, слушайте, не пойдет. Почему? Я не могу объяснить руководству, чем отличаются два плана. Ну, это примерно как две нейросети, да. Вот смотреть на коэффициенты у конкретных нейронов. С этим что-то надо делать. То есть, это вот аргумент, мне система выдала такой план, этот аргумент человек не возьмет, не понесет к руководству в качестве обоснования. Ему нужно понимать, в чем разница. И вот интерпретировать результаты работы таких систем, это отдельная сложная задача. Следующий вопрос, ну, вы его видите на экране. А кто сядет, если что-то пойдет не так? Ответственность-то на ком? И я не знаю, вы отслеживаете или нет, мне эта тема интересна. В Германии уже есть законодательство, по которому ответственность за машину с автопилотом несет собственник. То есть, вот гражданская ответственность, как минимум, по возмещению вреда, здоровью, сбитых пешеходов или еще, она лежит на собственнике. Все, человек несет ответственность за искусственный интеллект. Во всяком случае, пока вот это так. Ну и, наконец, такой очень непростой момент, это отчуждение, я специально такой, ну, не очень приятный глагол использую, отчуждение знаний, опыта. Мы, когда приходим к эксперту и формализуем процессы управления бизнесом, мы формализуем их знания, этих людей, экспертов. И эти знания уходят в базу знаний. Да, они становятся доступны как искусственному интеллекту, так и все тем же экспертам людям, но это больше уже не мои знания. И вот попытка закрыться, она присутствует очень часто, ее приходится преодолевать, показывая выгоды, показывая, как поменяется жизнь, где-то, ну, в чем-то ухудшится, в чем-то улучшится, но улучшений обычно больше. Ну и, безусловно, есть классические риски сопротивления изменениям, ну, change management, как мы его понимаем. Потому что меняется жизнь людей, меняются бизнес-процессы, и с этими изменениями нужно работать, нужно с этим новым порядком жить и работать, и при этом попытаться еще быть счастливым. Вот это очень кратко, собственно, о чем мы примерно говорим, когда говорим про риски в проектах по разработке и внедрению искусственного интеллекта, ну, либо использованию. Если посмотреть на то, что у нас сейчас есть, вот, что называется, под рукой, есть несколько стандартов, и они очень неплохие, я бы сказал, они классические. Принципы, структура процессов управления, процессы управления. Вот они прямо вот, принципы, структура процессов. Принципы, структура процесса. То есть здесь, ну, если вы видели любой свод знаний, там, по какому-то, по какой-то области знаний, то здесь то же самое. Есть фреймворк американская, Artificial Intelligence Risk Management Framework, чуть поинтереснее, и на самом деле она мне показалась, ну, вот мне как практику, а я практик, я не теоретик совсем, она, ну, скажем так, ближе к жизни, то есть у меня больше возникает резонанса с ней. И, наконец, наш кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, вот как ни странно, он мне срезонировал больше всего, когда я готовился вот к этому семинару. Кирилл, сколько у нас еще времени? Я прошу прощения. Ну, я думаю, что еще минут 10-15 есть. Тема такая, что дадим на нее чуть больше времени. Хорошо, тогда я попробую немножко ужаться. В стандарте ISO прекрасно, вот опять же, ну, как всегда, да, вот классический стандарт ISO. Зачем мы, собственно, что-то делаем? Какие характеристики искусственного интеллекта мы хотим обеспечить? Каковы факторы риска? К сожалению, вот в этих стандартах я... У меня было ожидание, не знаю почему, но я не нашел что-то похожего на, знаете, корпоративный реестр рисков. Если вы в большой компании делаете проект, ну, такой серьезный, да, то там и есть департамент управления рисками, то вам тут же, вот вы руководитель проекта, да, новоиспеченный РП, тут же звонок из этого департамента и список рисков. Вот, пожалуйста, в вашем проекте не забудьте вот об этих рисках. Мы, кстати, их заранее уже проанализировали, планы реагирования придумали, оценили и так далее, и так далее. И вы, как РП, говорите, о, большое спасибо, там некоторая часть реестра рисков у меня уже заполнена. Вот здесь немножко не так. Здесь есть попытка пойти в машинное обучение, риски с этим связанные, в технологии, там, жизненные циклосистемы. Я бы сказал, что это скорее классические айтишные бизнес-риски, вот IT-проекты. Здесь больше вот туда уход. Вот, да, машинное обучение, там, обучающие выборки и так далее, там упоминаются. Но, еще раз, это все-таки, ну, такой сложный IT-проект. Вот это напоминает. В чем ключевые отличия рисков, которые там упомянут? Ну, по сути, я увидел два. Это непредвиденные изменения во время обучения, то есть что-то пошло не так, и мы учим уже не тому. И высокая степень сложности прогнозирования побочных эффектов. Здесь я бы сказал, что использование онтологий, а не нейросетей, да, вот онтологических моделей, можно и то, и то одновременно использовать. Я не противопоставляю одно другому. Позволяет разобраться, вот использование базы знаний с онтологическими моделями позволяет ответить на вопрос, а почему система выдала такое решение? С нейросетями сложнее в этом плане. То есть, ну, и помимо того, что там анализ, управление, создание чего-то нового на основе предыдущего опыта и знаний, которые живут в базе знаний, ну, это очень специфичная вещь. Но, тем не менее, вот два направления в ISO-шном стандарте уже есть. Уже можно на них, ну, от них отталкиваться. Области по ISO классические, риск асессмент, тритмент, коммуникейшн, мониторинг и ревью. Ничего здесь я, честно говоря, не увидел особенного. И я чуть, прошу прощения, я чуть быстрее постараюсь ускориться. Вот фреймворк, риск-менеджмент фреймворк. Здесь уже, ну, я бы сказал, чуть ближе. Во-первых, определены стадии функционирования искусственного интеллекта, системы искусственного, АИС, да, в нашем случае. Проектирование, разработка, внедрение, оценка, использование. Это гораздо, ну, скажем так, конкретнее, что ли, с моей точки зрения. Во всяком случае, мне показалось. И стадии работы с рисками управления, планирования, измерения и менеджмента. Если посмотреть на, собственно, три первые, то здесь, ну, опять же, я не увидел разницы с классическим ISO-шным стандартом управления рисками. То есть у нас есть политика. Мы планируем, как мы будем управлять рисками. Оцениваем воздействие, определяем ответственных, прогнозируем, планируем реагирование и так далее, и так далее, и так далее. И все это дело отслеживаем. То есть, ну, и в конце запускаем, собственно, план реагирования. То есть здесь разница вот какой-то, ну, еще раз, если мы не говорим про конкретные риски, вот корпоративный реестр рисков, да, который я бы хотел, на самом деле, получить, ну, здесь мы найдем классический подход к управлению рисками. И если смотреть на наш кодекс, то, да, это документ совершенно о другом. Это скорее требование к людям, ну, не скорее, это требование к людям, а не к проекту, не к эскину и так далее. И здесь, ну, явно прослеживается хороший риск-менеджмент. Ну, не то, что как-то ни странно. Почему-то мои ожидания были другие. Вот они были ровно наоборот. Я хотел больше найти в стандартах и меньше вот в таких сопутствующих документах. Оказалось наоборот. Оценка рисков и гуманитарного воздействия на людей, риск-ориентированный подход к созданию эскинов. Есть конкретная фраза, не фраза, а раздел. Контроль рекурсивного самосовершенствования систем искусственного интеллекта. А не создадим ли мы скайнет здесь? 2.0, 8.0 и так далее. Скайнет – это из терминатора. Не знаю, сколько фильмов, 4 уже было. И, безусловно, вот как это же кодекс этики, кодекс людей, вот весь шестой раздел – это про прозрачности и правдивости. В информировании об уровне развития технологий, их возможностях и рисков. И рисках. Так что, в принципе, вот мне, честно говоря, кодекс меня больше вдохновил, чем все остальное. Но для меня свод правил, еще раз, я сейчас очень субъективен, конечно. Для меня свод правил – это то, к чему я привык. Собственно, вот два стандарта открыл. Да, это о том, и мы это уже видели на основе классических рисков. Вот здесь вот там, ну, тот же вот контроль самосовершенствования, а не сделали мы там чудо, которое нас там всех погубит. Вот это вот впервые прозвучало, ну, во всяком случае, так явно и красиво. Для кого этот кодекс – круг лиц, принимающих участие в жизненном цикле системы искусственного интеллекта? Я их всех перечислять не буду, но, в принципе, кстати, можно брать и использовать как breakdown structure для первичной идентификации рисков. С кем они могут быть связаны? С участниками? Вот список участников. Вполне. Вот я говорю, для меня кодекс, он такой вот практически оказался. Это были мои впечатления от стандартов свода и кодекса. И теперь, собственно говоря, я попробую быстро рассказать о подходе, который позволяет работать с рисками с использованием искусственного интеллекта. В том числе и для управления рисками в области искусственного интеллекта. Такая хорошая не тавтология, но ссылка на самих себя. Вот что значит, что система интеллектуальная, автономная знает о проекте? Вообще вот здесь еще один тезис я себе позволю. Если посмотреть с нашей вот сейчас позиции на то, как делался, например, свод знаний PMBOK, PME, то ребята убрали все содержание проектов, оставили логику, форму. Вот хорошая формальная, не значит плохая, хорошая формальная логика, описание процессов. Если вы оттуда убрали знания о процессах, о проектах, зачем тогда назвали его сводом знаний? Это шутка. Я вот 100% шутка. Это действительно свод знаний, но о формальной логике управления проектами. Когда мы делаем базу знаний, в которой лежит конкретная информация о конкретном домене, о конкретном кусочке мира, в котором живут люди, мы возвращаем знания обратно в систему, которая управляет проектами. Вот это ключевой, наверное, тезис из моего предыдущего опыта. Что значит, что система знает? Здесь на три слайда очень простой кейс. Я его постараюсь быстро рассказать, дабы время сэкономить. Здесь мы сравним, как действует система и почему, и как действует человек. Действует система как минимум не хуже, чем человек. Строительный проект, две площадки и вот синенькие голубенькие полосочки. Это по три задачи, по три работы на проекте на каждую из площадок. Поставка трансформатора, подготовка площадки, монтаж оборудования. Классика. Поставка, подготовка идет в параллели. Ну, вот здесь никаких подвохов нет, кроме одного. Поставки идут последовательно. И на вторую площадку трансформатор приезжает позже. Ну, то ли там поставщик его так выдает, да, не может два одновременно отгрузить, то еще не суть. Это наши вводные. Так запланировали, в общем, все логично, жизнь вносит свои коррективы и подготовка первой площадки затягивается. Ну, я уверен, знакомая ситуация, я специально выбрал какую-то самую простую. Что делает человек? Вот теперь, внимание, следите за руками. Внимание, зная, человек знает, зная, что у нас трансформаторы взаимозаменяемы, но они идентичны, грубо говоря. Мы можем перенаправить быструю поставку на ту площадку, где уже есть подготовленная площадка, извините за автологию, а на ту площадку, где ее подготовка задерживается, отправить долгую поставку. Да, мы не вернем всей потери времени, но, по крайней мере, там что-то сэкономим. Вот это то, как действует человек. Вот прям вот ровно так, там, классический РП и должен от него, во всем случае, ожидают отреагировать на эту ситуацию, перенаправить поставку. Теперь, чтобы это сделала система, мы от календарной сетевой модели с графиками предшествования, с связями достаточно жесткими, да, мы переходим к семантической сети проекта. Вот, собственно, она здесь справа показана. И у нас, помимо работ, это вот синенькие, поставка, строительство, у нас есть уже результаты в этой семантической сети. Вот слово «производят» – это смысловая связь. Поставка МТР, материально-технического ресурса, производит результат. Материально-технические ресурсы на площадке. А вот материально-технический ресурс на площадке является ресурсом для задачи строительства, она требует этого. Ко всему прочему, здесь можно заниматься портономией, можно расценивать задачу строительства как одну большую, либо как составную из двух частей. МТР на площадке нужен к началу строительно-монтажных работ, а не к началу подготовки, например. Мы в эту сеть можем добавить требования и уже тогда оценить конкретный план проекта, который сложился, не просто с точки зрения сроков, денег, но и с точки зрения соответствия каким-то требованиям, ну таким смысловым, детальным. То, что обычно отсутствует в большой картине. Там есть абстракция, загрубление и так далее. И, наконец, мы можем сюда добавить риски. И вот, собственно, как это будет работать. Риск влияет на задачу. Ну, грубо говоря, у нас есть пример. У нас есть бетонные работы, заливка, монолитные работы, заливка бетона, несколько этажей здания. И есть риск заморозков. Здание большое, там заливается долго. Несколько сезонов захватывает, так получилось. Есть риск заморозков. Вот первое, что... И в какой-то момент этот риск становится актуальным. Мы говорим, все, заморозком быть. Вот первое, что делает риск, агент этого риска в этой семантической сети проекта, он меняет состав работы. То есть какие-то монолитные работы становятся вообще невозможными к исполнению. Ну, не наберет бетон крепость. Все, мы не получим результат. То есть результат проекта не достижим в этом случае. Вау, вот это серьезно. То есть первое действие. Агент риска меняет состав работы. Повлиял на задачи. Второе, система подбирает на основе базы знаний, подбирает планы реагирования. В случае с заморозками и бетоном, у нас, допустим, их два. Можно поменять марку бетона. Это будет несколько дороже, но не смертельно. Можно построить тепловой контур. Это будет, может быть, даже подороже. Но при этом тепловой контур может даже сократить время набора бетоном крепости. Ну, потому что там будет тепло, а не холодно. И дальше идет интересное пересечение. Какая-то из задач, ну, здесь ее нет. Допустим, отделочных работ. Агент этой задачи видит. Слушайте, если будет тепловой контур, так я выполнюсь быстрее. Я могу выполниться раньше. Вы поставили тепловой контур для заливки, оставьте его. Пусть стоит. Мы и дальше отделочные работы запустим. Прекрасно. Вот разные риски в разных точках проекта меняют состав работ, когда они актуализируются. Дальше система подбирает, это все в автоматическом режиме, планы реагирования и согласовывает их между собой. Оптимизирует уже новый график проекта, где есть, учтены. А план реагирования на риск, он также меняет состав работы. Там что-то другое нужно сделать. Вот в этом, на мой взгляд, это, если хотите, семантический, смысловой анализ рисков и управление рисками. Вот это, на мой взгляд, и есть вишенка на торте. Честно говоря, какой здесь должен быть call to action, я не придумал, не особо сильно придумывал. Мне вот это доставляет огромное удовольствие, когда вот это все начинает жить, работать. Это помощника. Вот у вас риск менеджмент переходит от тяжелой рутины, когда вы закапываетесь в реестрах, у вас нет ощущения большой картины, big picture. Вы переходите к реальной работе и вы творите. А вам и скины помогают это делать. По-моему, великолепное будущее, в которое мы все идем. Коллеги, на этом у меня все. Спасибо, Сергей. Я тоже возвернусь от комментариев, оставлю слушателям подумать над твоим замечательным докладом. И мы сейчас перейдем к другим докладам по направлениям процесса и технологии. А в конце устроим обсуждение и вернемся, я думаю, к тем темам, которые ты сейчас обозначил, к тем возможностям и к тем рискам. Спасибо. Следующее направление процессы выступит Игорь Погодин, расскажет о системе управления рисками крупных инжиниринговых проектов. Видимо, Игорь на примере Росатома. Вы являетесь риско-офицером Росатома, одного из подразделений. Игорь, вам слово. Да, коллеги, добрый день. Сейчас я транслирую экран. Экран видно? Да. Отлично. Вначале хотелось бы пару слов сказать о организации, на примере которой я буду рассказывать о системе управления рисками проектов и тех проектов, которые мы реализуем. Будем рассматривать на примере атомстроэкспорта, управляющей компанией инжиниринговой дивизиона. Основная деятельность связана с проектированием и сооружением атомных электростанций большой мощности. Сейчас у нас в стадии реализации находится ряд проектов. Перед вами справа от экрана Бангладеш, Венгрия, Египта, Белоруссия, Россия, Индия, Китая. И перспективные проекты. Идет контрактация в Узбекистане, тендер в Саудовской Аравии. И также прорабатывается вариант проекта в Казахстане. За последние 20 лет чуть больше было реализовано проекты сооружения 17 блоков атомных электростанций. То есть тоже как в России, так и за рубежом. Структура компании примерно следующая. То есть есть управляющая компания, в которой, ну вот я, например, работаю, и где находится отдел управления рисками, который координирует весь процесс в нашем дивизионе. И в которую входят две ветки. То есть это объединенный проектный институт, который занимается непосредственно проектированием атомных электростанций. И строительные компании, которые являются нашими субподрядчиками основными постройки. Начнем, наверное, с общей схемы. Данные многие и так хорошо представляют. Наша схема управления рисками проектам близка к классическим. То есть есть ряд процедур. На внешнем уровне они выглядят следующим образом. То есть процедура неодификации, то есть выявление рисков, их качественные оценки, разработки и реализации мероприятий. Непрерывно реализуется мониторинг рисков, рисковых событий и событий триггеров. Также состояние отчетности. Ну и, как уже было сказано в предыдущем договоре, то есть по классике отклюзируется реализация рисков также непрерывно. В чем у нас есть отличия? То есть несмотря на то, что проекты как будто бы типовые, то есть каждый проект сооружения АЭС в большой степени уникален. Разные грунты, разный климат, разный доступ к технической воде, сейсмика. То есть все это требует полнейшей переработки. И самое главное, что в разных странах разные требования заказчиков, то есть разные требования регулирующих органов к этим проектам. Поэтому каждый проект имеет свои уникальные риски и уникальные подходы к формированию системы управления рисками. Поэтому у нас для каждого проекта на стадии инициации разрабатывается отдельная программа управления рисками, которая дополняет, уточняет наш порядок дизайнальный по управлению рисками. И эта работа ведется с заказчиком. То есть мы показываем заказчику, как мы управляем рисками, как мы считаем это делать правильно и эффективно. Заказчик, соответственно, высказывает свои требования и пожелания, и мы к консенсусу приходим. Поэтому система управления рисками каждого проекта, она тоже имеет свои отличия. Вот важным элементом, который обычно забывает говорить при построении системы управления рисками, это накапливание опыта извлеченных уроков. То есть у нас стерилизовано через библиотеку рисков. То есть весь опыт, который получается на проекте, удачный и неудачный. На одном он бережно сохраняется, извлекается уроки, описывается и примечается в библиотеку рисков. Таким образом, чтобы каждый следующий проект, который будет идти за ним, мог видеть на горизонте, который его интересует, какими рисками сталкивались его коллеги и какие решения были успешны и какие нет. Сейчас у нас порядка тысячи человек, активно увлеченных управления рисками наших 10-11 проектов. В общем, 10-11, потому что по одному еще контракт не подписан, но работа идет уже в полном ходу. То есть роли у нас какие? То есть руководит проект, который несет полную ответственность за правильные риски своего проекта. Координатор проекта, то есть центральное лицо, отвечающее за организацию всего процесса. Эксперты на проектах, которые отвечают за выявление рисков в зоне своих компетенций и смежных процессах. Здесь проблематика есть в том, что, как правило, люди у нас не очень любят говорить о проблемах у себя, но всегда могут легко разглядеть проблему у соседа. Поэтому по каждому проекту формируется подобие такой матрицы ответственности за категорию рисков, где представители, например, от строемонтажных бизнеса отвечают за свою категорию, а также за категорию своих смежных процессов. То есть, например, у него может возникнуть проблема с выдачей рабочей документацией, поэтому ответственность в том числе и заявление рисков в категории проектирования и так далее. По всем категориям есть какие-то смежные вещи, которые являются источниками рисков своих категорий. Дальше по участникам. Владельцы рисков, естественно, те, кто ответственны за организацию управления конкретным риском. Отделы методологии управления рисками, которые отвечают за экспертизу рисков, в которые входят в том числе и эксперты с опытом работы в роли руководителя проекта, которые как раз предлагают необходимые решения, подсказывают. Плюс это организация всей работы по инсультированию, сопровождению методологии, по интеграции субподрядчиков в процесс управления рисками, по поддержанию и выдаче задач по разработке программного обеспечения для управления рисками, о чем тоже подробнее потом поговорим. Ну, а также участвуют субподрядчики и исполнители мероприятий. Давайте чуть подробнее, какие программные средства мы используем в нашем процессе управления рисками. То есть первое – это программа, которая разрабатывалась по нашему техзаданию, то есть для обеспечения выполнения наших процедур в процессе управления рисками. То есть это менеджер задач, который помогает как координатору, так и владельцам рисков и всем остальным участникам выдавать задачи, сделать верные рассылки, контролировать сроки выполнения мероприятий, исполнения поручений, выдавать необходимую статистику и своевременно напоминать о необходимых сделать или иные действия в процессе управления рисками. То есть здесь как раз помогает облегчить рутину, которая обычно свойственна вот этому процессу. Написана она на импортной платформе Inovia. Также программы по управлению, по количеству оценки рисков для оценки рисков, графиков, сроков у нас используется Пример Риск Анализис, для рисков стоимости это Риск Полисад. Все программы у нас планируются к импортозамещению. К сожалению, например, такая программа Пример Риск Анализис непонятно чем может быть замещена, но есть какие-то аналоги, но с более слабым мотопаратом, конечно. Примерно выглядит общая схема условного обмена участников процесса управления рисками. Надо понимать, что если мы хотим выстроить экстримную систему управления рисками, но мы не можем ее делать только внутри нашей организации, нашего проекта, потому что множество рисков в итоге оказывается в зоне ответственности заказчика, и здесь важно увлекать заказчика в процессе управления рисками. Как правило, заказчик проходит несколько стадий в процессе своего вовлечения. То есть первое – это, как правило, энтузиазм и готовность разбираться и работать с рисками. Но когда доходит до дела и необходимости сфиксировать на бумаге его ответственность за то, что он изначально не собирался выполнять, и то, что требуется дополнительно сделать для того, чтобы достичь цели проекта, как правило, возникает проблема, и заказчик может начать отказываться это делать, ссылаясь на то, что юридическая служба, например, запрещает, что этого не было в контракте и так далее. Либо просто, например, один восточный заказчик у нас может сказать, ну, я заказчик, я придумываю правила, и я буду править рисками так, я считаю нужным, вам отчитываться не буду, а вы отчитываетесь и обеспечите исполнение целей. Но так, к сожалению, это не работает, да, здесь должны быть обе стороны увеличены. Поэтому здесь важно еще в начале в контракте предусмотреть ответственность заказчика за управление рисками и выделение необходимых ресурсов. Дальше. То, что касается наших субподрядчиков. Здесь также у нас обязательно включается в договор типовая формулировка о необходимости наличия системы управления рисками, которая определяется там рядом характеристик, рядом критериев. Мы обычно фокусируемся на наиболее крупных субподрядчиков и с ними проводим плотную работу. И на тех субподрядчиков, которые у нас стоят на крит пути и которые могут, от срыва которых там сроков, например, могут оказать численное влияние на сроки и стоимость реализации проекта. Таким образом, когда мы видим, что какой-то подрядчик может нам хоть такой риск принести, то есть мы включаемся в работу с ним, там, не важно, там, большой контракт или маленький. Кроме того, у ряда субподрядчиков возникает следующая проблематика, что у них нет специалистов в промиресках, они не понимают, что это такое, вот они там строят, там, любят бетон, грубо говоря, и не всегда готовы в таких терминах разговаривать. Поэтому у нас регулярно проводится обучение, также в том числе для субподрядчиков. Таким образом, мы учимся говорить на одном языке. По поводу количественной оценки рисков и формирования резервов на управлении теми рисками. Наиболее важный здесь, наверное, момент в том, что рисками необходимо начать управлять еще до подписания контракта. То есть в момент формирования контракта необходимо посмотреть на те риски, которые у нас исторически реализовывались, проанализировать, какие дополнительные риски могут быть конкретных катастроф, к этому проекту, актуальны, и постараться их все учесть в контракте. Зачастую, когда мы начинаем это делать и прорабатывать с нашим заказчиком, заказчик, когда видит, сколько это будет стоить, если это учесть в контракте, говорит, что риски готовы взять, например, на себя. То есть тут сейчас такая вот тенденция есть, что какие-то цены могут быть открытыми, какие-то риски заказчик готов брать на себя, лишь бы снизить цену контракта на текущий момент. То, что не удается таким образом учесть в контракте в виде положения оговорок, то есть мы обосновываем количество оценок рисков и для включения этой суммы в резерв в составе стоимости проекта. То есть на первоначальном этапе у нас производится прематрическая оценка на базе исторических данных. С момента проработки контракта эта оценка уточняется, анализируются аналоги, когда мы понимаем, к какому проекту ближе то, что будет строиться. Потом добавляется финансово-математическая модель проекта, и, собственно, график также детализируется, и оценка уточняется и уточняется. То есть по мере реализации проекта зона неопределенности, вот снизу здесь видно, она снижается, да, и мы уже можем достаточно точно прогнозировать и сроки, и стоимость. Но всегда здесь нужно знать и понимать, что на многих проектах случаются непредвиденные события, которые мы не можем с моделями. То есть так называемые черные лебеди. То есть они, как правило, оказываются существенное влияние. Вот. Поэтому отец на риски нужно максимально закладывать запасом. Естественно, заказчикам это всегда торги, заказчик это делать не хочет. Вот. Но зная статистику по таким черным лебедям, это очень важный этап работы, который нельзя легко поддаваться на требования заказчика и снизить этот объем резервов. Как проводится количественная оценка рисков? Ну, во-первых, проводится количественная оценка рисков сроков. То есть у нас в компании график стоит, как правило, из 100-130 тысяч позиций. То есть когда мы начинаем собирать эту модель, делать привязку рисков конкретным работам, у нас получается множество взаимосвязей, то есть там 10-20 тысяч взаимосвязей, которые прямо в уровне может обработать. Вот. Что влечет особую потребность в Липлова разработать какой-то механизм упрощения этой модели. То есть была разработана сотрудник нашего отдела программы, которая делает свертку графика, перевязывая работу на более высокий уровень и при этом контролирует тот уровень свертки, которые минимально достаточны для работы программы, для минимизации потери точности. Риски сроков в свою очередь влияют на стоимость проекта. То есть это кроме очевидного влияния в виде эскалации стем-осной, в виде продления банковских гарантий, содержания филиала, зародных плат и так далее. То есть есть еще и не всегда на первый взгляд очевидные последствия, которые также нужно закладывать в резерв. Например, если у нас было закуплено оборудование и планировалась пуск-навадочная работа через год после его поставки, а проект сделался на два года, собственно говоря, гарантийный срок два года, то в таком случае при пуск-навадке, если оборудование выходит из строя, гарантия уже не действует и все расходы по ремонту или замене оборудования отложатся на атмосферный экспорт как генподрядчик. Поэтому все эти вещи тоже нужно учитывать. Сроки очень значительно в таких проектах влияют на стоимость. И плюс отдельно стоимость риска на базе финансовой модели это стоимость отдельных ресурсов и риск аварии, который будет необходимым компенсировать зачастую денежными средствами. То есть все это должно быть заложено в процессе формирования и развития нашей системы управления рисками мы столкнулись с проблемами, с которыми многие столкнулись. То есть это отсутствие влеченности участников системы управления рисками, большой объем срочной задачи, которая возникает как раз из-за того, что в свое время рисками не управляли и риски реализовались в процессе проблемы. Все это приводит к отклонениям целых параметров проекта. Чтобы минимизировать эти проблемы, с ними нужно работать следующим образом. То есть то, что у нас помогло снизить влияние, то есть постоянно проводить обучение проектных команд управления рисками, показало очень хорошие результаты регулярного проведения естественных проектах. То есть когда опять же можно пройти смежными процессами, то есть у них у всех есть какие-то видения проблем у соседа, вносить их на такие совещания, обсуждать, формулировать необходимые действия и потом получать, например, согласование для проекта на выполнение тех или иных действий, чтобы комментировать эти риски своевременно, превентивно, чтобы они не привели к реализации проблем. Полезно было проведение межпроектных сессий для тиражирования опыта. Здесь, правда, другая проблема есть, что слушать хотят все, а говорить о своих проблемах, с которыми даже, может быть, успешно поборолись, люди не хотят, тем более не хотят рассказать о негативном опыте, хотя он зачастую наиболее ценен. Но, тем не менее, эту работу нужно проводить, она помогает вовлечь всех людей и не повторять, не наступать на ней тишеграбли по нему спираться на разных проектах. Внедрение системы мотивации участников крайне рисками, да, то есть, это тоже важно, потому что часто крайне рисками это как доп. нагрузка видеться с людьми, да, и поэтому мы проводим, разработали рейтинг координаторов крайне рисками, которые также транслируем на руководитель проектов. Никто не хочет быть снизу, да, этого рейтинга в желтой и красной зоне, поэтому это помогло достаточно резко за один год улучшить исполнительскую дисциплину и привести там в соответствии с нормой большинство проектов. Плюс проводили конкурсы на лучшего риск-менеджера, это также имело эффект, но как показала практика, скорее на следующий год это будет иметь эффект только на три проекта в топе, потому что остальные уже поймут, что они не доберутся до этой вершины, поэтому это как разовый эффект, тоже полезно. Дальше, тренинг с реанимационной системой, то есть, да, позволяет как раз избавиться от рутины, которую люди обычно не любят и часто допускают ошибки, то есть это тоже важный элемент, который помогает работе средствами сделать более легкий и более прозрачный, понятный и структурированный. Также увлекать всех в совершенстве системы, слушать обратную связь, оглушать проектные проекты вместе с инициаторами этих изменений и дальше лучший опыт транслировать опять же на другие проекты. Спасибо, Игорь. По нашим традициям мы сначала даем высказаться всем докладчикам, а потом уже обсуждаем в комплексе высказанные позиции. Поэтому сейчас третий доклад в направлении технологии снова о работающих подходах к управлению рисками крупных промышленных проектов. Крупных промышленных проектов Оксана Ницуленко. Оксана, вам слово. Добрый день еще раз. Да, коллеги, добрый день. Сейчас я пока тут подключаюсь. Дайте мне знать, когда вы увидите Мукран. Очень интересные доклады были. есть к чему. Направление развития, да. Есть над чем подумать, да. Ну, и тоже у меня был опыт разработки плана управления проектами с использованием нейросети. Я думаю, что это будущее проектное управление. Надо об этом серьезно думать. Ну, давайте вернемся к проектам. То есть мы как-то от глобального уходим в частное. и начнем в общем, наверное, где-то даже сначала со снов. Очень важно дать вводную пояснить, для чего вся вот эта вот головная боль по управлению рисками для руководителя проекта. Для того, что он единственное ответственное лицо за результаты проекта. и он заинтересован, чтобы его проект был успешным. А для этого нужен опыт, четкие знания предмета своего проекта и на основании этого умения предвидеть потенциальные риски в проекте. И чем сложнее и дольше этот проект, тем больше в нем рисковых ситуаций, которые нужно уметь предвидеть и заранее создавать условия для их ненаступления. И в этом есть профессионализм руководителя проекта. Можно создавать отделы, можно придумывать нейросети, но опыт его никуда все равно не денешь. Екатерина, спасибо. Никто, кроме руководителя проекта, не знает свой проект целиком, не заинтересован настолько в его успехе, поэтому считайте, что управление рисками для руководителя проекта это как кейс про барон Мюнхгаузен, который сам себя вытаскивает за волосы. Все мы знаем про модели, футуристические модели, и как бы нас не пугали футурологи, какие бы меры не придумали, но стройка остается стройкой. она планируема, она контролируемая, как мы начинали с подготовки, с перемещения земляных масс нулевого уровня и заканчивали водную эксплуатацию со всеми разрешительными атрибутами, так мы это и будем продолжать делать. А все эти миры с возрастающей агрессивностью, изменчивостью, нестабильностью, конечно же, влияют на проект, будучи его внешней средой. Ну, мы это сами видим, да, то есть подрядчики разоряются, ну, вот сегодня за бортом. Технологии и оборудование уже становятся менее доступными, логистические схемы непредсказуемые, но параллельный импорт наш друг и брат, вопрос цены и партнерских договоренностей, ну, и, соответственно, изменения в законодательстве тоже требуют внимания. Спасибо большое за ссылку про реинжиниринг правил промышленного строительства, хорошие новости, надеюсь, как-то они не затянутся. И все вот эти внешние изменения, конечно, ломают привычную предсказуемость проекта, атрибут особого внимания, и само собой разумеется, что в таких условиях ни один менеджер любого уровня не может принять решение без понимания потенциальных рисков. И чем страшнее рисуемые модели мира и внешняя среда проектов, тем больше профессионализма и управления рисками требуют руководители проекта. Я думаю, что вы с этим согласны и по необходимости профессионального владения этим навыком ни у кого нет в общем сомнений. Давайте начнем. В своем ролике я упоминала три фактора, не просто так. Фактор первый. Умеем ли мы правильно идентифицировать рисковое событие? Ну, уверена, что мы с вами профессионалы и можем любого научить? Ну, давайте все-таки себя проверим. Всем известный метод галстул-бабочка. Простой, но понимание этого слайда это сто процентов успеха в идентификации риска и формулировании плана реагирования на рисковое событие. Что здесь важно? У каждого рискового события есть причина. Так называемый фактор риска. То есть та предпосылка из события, которая есть сейчас в настоящий момент и в будущем может привести к наступлению рискового события. Ключевое слово в будущем. То есть когда мы говорим о риске, я просто напоминаю, кто не знает, а кто знает, а кто не знает, пожалуйста, постарайтесь сразу эту структуру в голове себе зафиксировать. Потому что сейчас реализованный риск это уже не риск, это проблема, ограничение, ситуация, все что угодно. То, что мы срочно должны решать или принимать. А если мы говорим о риске, мы говорим о будущем событие, решение, по которому принимаем сейчас и закладываем собственно риск в будущее сегодняшние решения. Поэтому риск это вероятное событие в будущем всегда, которое может там оказывать отрицательные или положительные эффекты на достижение наших целей. Кроме причин, у риска есть еще последствия. И это тоже событие, которое с наибольшей вероятностью наступят после реализации риска и повлияют на достижение цели проекта также. И когда мы формулируем с вами план минимизации вероятности наступления рискового события, давайте просто назвать план реагирования, мы работаем с причиной. Поэтому очень правильно сразу структурировано разложить, что является причиной сегодняшним обстоятельствам для того, чтобы в будущем наступил риск с такими-то последствиями, которые мы можем вот так-то минимизировать. Принято, да? Давайте потренируемся буквально быстро. Вот ситуация номер один. Нам сверху спустили подрядчика. Часто бывает. Подрядчик может не выполнить обязательства по качеству поставляемых материалов. и мы это видим. Речь о трубах, фитингах, запорной арматуре, металлоконструкции, все что угодно. То, что почти в конце стройки, когда мы уже оборудование смонтировали, и нам нужно монтировать трубопроводы, стакады, и, собственно, уже сроков резервов нет, денег, резервов нет, и тут такой сюрприз. То есть, не дай бог, такой риск прилетит. Как нам правильно сформулировать этот риск? Давайте я начну, пока вы сообразите, если что, включать микрофон, дополним. Я бы назвала это риск поставки некачественных материалов. Ну, в зависимости от ситуации, там, несоответствующих заказным спецификаций. Какие причины? Все, что угодно применительно к вашей ситуации, к вашему проекту. Ну, например, не простигнезен подрядчика, дорогая копыт, стол, два стула. О каких графиках можно говорить, пока он наймет сотрудников, каких он сотрудников наймет. Ребята, это реальность, я вам рассказываю реальные кейсы. Какая еще может быть причина? Может быть, мы накосячили, да, то есть, плохое качество спецификации. Проектировщик что-то там сделал, что-то там отправил, наши инженеры заняты, не посмотрели, да, то есть, мы сами не проверили, там, марку стали, указаны, не указаны. Последствия, конечно, плачевны, да, в двух словах я вам сказала. То есть, это срыв, это потачив на кучу денег, приехали материалы, которые нельзя использовать, потому что у нас с вами агрессивная среда, нам нужна не ржавейка, а приехала углеродистая сталь, да, ну, в частности, но тем не менее. Какой план минимизации может быть? Ну, хорошо бы, конечно, квалифицировать подрядчика, да, но мы понимаем, что в данных условиях, ну, хотя бы заехать к нему и посмотреть два там стула или полтора, и сколько там человек, и что с этим делать, как бы тоже не помешает. Нужно обязательно провести стартовое совещание с обсуждением всех требований по каждой группе материалов, да, то есть, мы работаем с причиной непрофессионализма подрядчика, и план мероприятий планируем, соответственно, этой причиной. То есть, мы не можем сформулировать с вами риск поставки некачественных материалов и предусмотреть план мероприятий относительно этой формулировки. Нет, нам нужно знать причину и работать с причиной, когда мы формулируем с вами план реагирования. Ну, нужно будет объяснить, что от них ожидают, какая, может быть, должна быть упаковка, да, потому что иногда навалом загружают все в машины, дождь, снег, вода, неважно. Вот, обсуждить с этим подрядчиком, а то и с их субподрядчиком, что они должны изготовить, из какого материала, в какие сроки. Хорошо бы включить в договор. Это была бы просто идеальная ситуация. Но и это еще не все, да, то есть, нам нужно понимать, как нам отслеживать прогресс. На практике заключен договор, все, можно расслабиться, да, это мышление подрядчика среднего, среднего уровня. Вот, поэтому очень важно проводить какие-то регулярные встречи с отслеживанием прогресса и выполнения. Это тоже все план реагирования на вот эту вот причину, скажем так. Ну, конечно же, если мы накосячили, если мы не посмотрели спецификацию, да, то, в общем-то, план должен быть другой, да, то есть мы, я как опытный руководитель проекта должна понимать, что проектную документацию я должна принимать и должны, мы должны найти ресурсы для того, чтобы проверить, все ли у нас в этой спецификации, в общем, внесено. Еще один кейс. Ну, давайте, может быть, этот не будем рассматривать, времени жалко. Еще один риск. Тоже видела, тоже из практики. Риск нарушения порядка оформления прав, вернее, ситуации, но сформулировано вот таким образом. Риск нарушения порядка оформления прав на земельный участок со стороны проектной команды. Я, конечно, не знаю, какой сейчас будет, какая будет ваша реакция, но моя первая реакция была, в общем-то, такая формулировка меня ставит в тупик, потому что на моем опыте земельный участок оформляется собственником, да, который будет использовать эту землю даже после завершения этого проекта. То есть я арендую землю или там приобретаю землю, и я там, пока моя компания существует, оформляю эту землю на себя. Соответственно, работают юристы компании, а не проектной команды. Это первое. Второе. Эту такую формулировку я бы применила для группы рисков, потому что непонятна причина, да, то есть почему у нас, по какой причине у нас вдруг может быть нарушены права, порядок оформления прав, да, то есть что? Не то назначение земли, тогда это одно мероприятие. Значит, не предусмотрена санитарно-защитная зона, тогда это тоже ставится задача и другое мероприятие. То есть к чему это вам все рассказываю? Именно для того, что от того, как вы сформулируете ваш риск, как вы определите его причину, так вы сможете им управлять или не управлять. Следующий кейс, последний, тоже, ну, такой показательный с точки зрения практики. Сейчас, секунду, никак не могу научиться ставить на весь экран. Риск, ну, тоже такая ситуация, когда идет формулировка. Риск определения нецелесообразности строительства объектов трата та по причине негативного воздействия на них. Опс. Мы тоже поставили себя в тупик. Ну, начнем с того, что целесообразность, нецелесообразность у нас идет при выборе земельного участка на прединвестиционной фазе, когда, в принципе, мы должны оценить, а нужна ли нам система очистки, а какая система очистки нужна. У меня был такой кейс, это мой самый пример, самый первый проект. Это строительство завода по производству бутылочного ПЭТ в Калининградской области на берегу Балтийского моря. Мы лицензиара вывернули наизнанку, заставив его показать нам все стоки выброса, все материальные балансы до того, как мы приняли решение. Мы изучили точки подключения ближайшую подстанцию и так далее. То есть, это не риск проекта, проекта еще нет. Это риск прединвестиционной фазы. И прежде, чем вы выбираете, не нужно путать, это не может быть риском, стопером реализующегося проекта. нет. Иначе, кто вам дал деньги с такой проработкой и что вы начали проект собственно без учета какого количества и какие стоки вы там будете выбрасывать в атмосферу, в землю или в водоем. Коллеги, готовьте вопросы по этому пункту и мы переходим собственно к инструменту, который я вам обещала. Не буду рассказывать про цикличность. Как раз спасибо большое предыдущим коллегам, они об этом рассказали, напомнили. То есть единственное, что я не совсем поняла, почему количественная оценка стоит где-то там сбоку. Ну, хорошо. Про идентификацию мы с вами поговорили. То есть первое, с чего мы начинаем, мы должны с вами идентифицировать причину, рисковое событие, последствия. Второе, что мы должны сделать, мы должны оценить сами эти риски, провести количественную оценку. Ну, ничего другого у нас нет пока, есть только экспертный метод, да, и статистика, если такая есть. Хорошо, если есть база знаний, и то этим цифрам я бы не стала доверять, потому что новый проект, новые условия, все опять заново. Дальше разработка мероприятий и мониторинг, собственно, выполнения этих мероприятий. На следующем слайде показана матрица рисков и возможностей. Простая Excel, которую мы сейчас с вами более детально обсудим, и это тот самый инструмент простой и надежный, который помогает любому руководителю любого проекта управлять рисками. Я не очень адекватно реагирую на термин реестр рисков, да, потому что, в моем понимании, реестр – это просто список. И это тот документ, который, ну, тупиковый. Ну, сделали вы список, ну, а что дальше? Что вы с ним будете делать дальше? Вы не сможете управлять рисками, сделав просто список. Но даже если вы сделаете причины, последствия, и даже если вы напишите план, это все равно будет неуправлением. Сейчас попробую в нескольких слайдах вам доказать, почему я там говорю. Перед началом кратко про классификацию. Мы про сложные проекты строительства. Существуют разные категории, они определяются собственно проектом, не нужно привязываться к стандартам каким-то, потому что опять-таки все индивидуально. Если у вас есть экологические риски, потому что у нас производство первой категории, стойкие выбросы и так далее, мы их тоже должны сказать. Если у нас нет таких рисков, тогда зачем городить это все. Риски внешней среды без них никуда. Рынки, политика, санкции, законодательства, организационные изменения. Управленческие риски, без них тоже никуда, потому что организационные риски, недостаток ресурсов проекта, это к ним тоже относится. Контрактные, это вообще большая тема. Дополню Игоря, когда-то у меня был опыт, я пришла в международную компанию, которая уже заключила договор с заказчиком, и я взяла так контракт почитать. Если бы я умела курить, я бы, наверное, нервно начала курить, потому что как можно было подписать такой контракт, непонятно. Заказчик свалил на исполнителя всю логистику до месторождения, глухого месторождения в Иркутской области, где там деревянные мосты и так далее. Нужно доставлять колонну 90 метров в производственное оборудование. Ну, в общем, конечно же, иностранцы об этом знать не могли, конечно же, никто логистические маршруты не простроил, и я поняла, что Оксанте ждет много работы, да. Но, тем не менее, такие риски тоже существуют, и, как правильно сказали, что нужно сначала, перед заключением контрактов, изучить все аспекты, прежде чем вы осмысленно подпишетесь на те или иные риски. иначе дабл-прайс в лучшем случае, если вам повезет. Технологические риски, здесь же, конечно же, и риски при проектировании, то есть тех технологических решений, которые закладываются при монтаже, проведении среди монтажных работ, будущей эксплуатации в том числе. Закупка, процедура закупки, это отдельная песня, доступность сырья, доступность оборудования, материалов, наличие сертификации, да, тоже иногда бывает целая проблема, особенно для зарубежного оборудования. Тот кейс, который я пропустил, в общем-то, об этом, когда оборудование изготовлено, но никто не сказал иностранной компании, что нужна сертификация, они не знают о технологическом регламенте таможенного союза. Логистические риски, здесь все, что угодно может быть, схемы, сезонность поставки, да, то есть были кейсы, когда надо было через северный морской путь, там, через реку узенькую, тоненькую, которая там открывается навигация буквально на месяц, все это сделать, то есть это огромные, колоссальные риски, связанные с логистикой. Дороги, да, кейс я так упомянула, деревянные мосты и, в общем-то, огромное технологическое оборудование, то есть это целый проект внутри проекта, да, то есть логистика, если вы особенно удаленный район, без инфраструктуры, строительно-монтажные работы, здесь, конечно же, безопасность и качество в том числе, разрешительная документация, и это не все риски, может быть, все что угодно, экологически, как я уже назвала, да, какие-то еще у вас риски, могут быть в зависимости от объема работ вашего проекта и от той среды, в которой он реализовывается. Ну и пойдем в инструмент. Сначала, конечно же, мы начинаем с нашего галстука-бабочка, то есть мы с вами определили, идентифицировали риск, я не знаю, насколько у вас читабельно это все, может быть, стоит что-то проговорить, да, то есть вот, например, второй риск, риск изменения схем поставки оборудованию и усложнения процедуры таможенной очистки. Почему? Из-за санкции усложнен процесс поставки оборудования, ненадежные логистические цепочки, то есть когда мы с вами дойдем до плана реагирования, мы должны вот эти причины, ну, для себя держать в голове, чтобы меры реагирования, вот именно, то есть мы работаем с причинами, сделать для того, чтобы заблокировать, найти решение и сделать так, чтобы вероятность этого риска не росла, да, чтобы у нас риск не состоялся. Ну, здесь все просто, здесь я вам уже все рассказала, поэтому предлагаю перейти на следующий слайд, секунду, я тут мышкой не совсем дружу. Следующий шаг у нас количественная оценка. Ну, я не стала убирать шаг первый, да, просто добавила. Здесь тоже все стандартно, как вы уже знаете, как везде во всех учебниках описано. Ну, конечно, с нюансами. мы должны оценить стоимость каждого риска. Конечно же, учитывая экспертно оцененную вероятность, автоматически у нас посчитается ущерб, то есть это стоимость риска, перемноженная на вероятность. Как посчитать стоимость риска? Это самый сложный вопрос, на который никогда ни у кого нет ответа. Потому что все зависит вот именно от той ситуации, от того события рискового, в котором вы сейчас живете и работаете, в котором вы сейчас оцениваете. Иностранцы, например, которые в Москве арендуют помещение, они даже закладывают туда, если, например, впоследствии, там, на два месяца проект сдвинется, нам еще на два месяца придется аренду помещения, платье, вплоть до этого. Конечно же, туда не нужно закладывать зарплаты линейных сотрудников, которые не относятся к проекту, которые не наняты на срочные договора. Конечно же, туда не нужно закладывать вещи, которые решаются операционным, решая свою задачу, ты где-то параллельно решил какой-то вопрос. никто не будет считать эти часы, складывать и так далее, потому что зарплаты все равно у нас платят и так далее. Но, если вам придется, нанять третью компанию для того, чтобы, ну, сейчас мы дойдем до кейса, да, например, низкая, ну, например, вот эта проектная организация, которую мы выбрали, да, она не имеет опыта проектирования там газофракцинирующих установок. Тра-та-та. Ну, так как у нас с ними какой-то там рамочный договор есть, и так как мы с ними работаем, нам порекомендовали с ними работать. Я как руководитель проекта понимаю, ёллы-паллы. Кто будет отвечать за эти проектные решения, что делать, да? Соответственно, есть много вариантов. Если у нас есть инженеры, как правило, в таких компаниях, которые реализуют проекты, типа, моих, когда мы строим заводы, там, нефти, газа и так далее, они, инженеры эти есть, они есть на эксплуатации, да? То есть привлекаются инженеры собственной компетенции для того, чтобы понять, правильно ли здесь. Очень много ошибок находили, за три копейки по факту потрачены, да? Там командировки и так далее. Вот. То же самое, если, например, иностранная компания. Здесь куча рисков при проектировании, потому что непонятия не имеют про наши стандарты, поэтому всегда нанимается какая-то третья компания, экспертная, которая проверяет качество проектных решений. И это тоже дополнительные, кстати, деньги, да? Поэтому если у вас есть такие риски, вы понимаете причину, почему этот риск наступит, и вы понимаете, что вам делать, нанять, провести вэлию инженера, да? Там нанять третью компанию как независимого эксперта для проверки этих технических решений. Был, кстати, вопрос по поводу изношенного оборудования, да? Опять-таки нанять компанию, которая проверит износ. И скажет, вообще надо вам в это ввязываться, или у вас там такие риски, что лечит все снести, потратить деньги и не иметь таких рисков и уголовных дел впоследствии, да? То есть, и вот тогда вот эти деньги сюда добавляются. Что касается, например, второго риска по логистике. Руководитель проекта, как его посчитать? Он должен обратиться к логистам, задать вопросы, чтобы они проработали на будущее, на более вероятную схему. Доставки оборудования, да? То есть, не идем таким путем, там закрыто. Куда идем? Растаможки, транспортировки, оценили сроки. Ну и далее, основываясь на письменной оценке от логистов, понятно, что с ошибкой, потому что это еще будет в будущем. мы смотрим, как эта задержка повлияет на сроки. А вдруг мы нашли надежного поставщика, которому плевать на санкции, который повезет через Индию, и это будет еще дешевле, да? И таким образом, потратив 10 миллионов, мы уйдем от риска, который стоит 40 миллионов. Да? То есть, вот эти все вопросы, это только руководитель проекта, понимая ситуацию внешнюю, понимая работу, которая у него есть в проекте, может сесть оценить, конечно же, с привлечением экспертов по дисциплине. Потому что, ну, тут нельзя быть 7,5 и во лбу. Хочу сразу обратить ваше внимание. Еще один нюанс такой, вроде небольшой, но для меня он существенный. Особенно в российских компаниях. Вижу все, что угодно. Шкала вероятности 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 и так далее. Ну, ребят, вот для меня риск с вероятностью 0,5 то ли будет, то ли не будет, ну, ни о чем не говорит. Я не понимаю, как с ним работать. Он то ли ниже, да, вот этой 50% должен быть, то ли выше. Потому что, если он выше, с ним надо работать. Это уже риск потенциально опасный. Что такое вероятность 50, я пока не совсем понимаю, может, мне просто плохо объяснили. Но в своем инструменте я все-таки предлагаю, использую, использую и предлагаю шаг в 20%, да, или там 0,2. По крайней мере, так понятно. Риск с низкой вероятностью или риск с высокой вероятностью. И это ни на что не влияет совершенно. Ну и, соответственно, ущерб будет рассчитан автоматически в этом инструменте. Шаг 3. Разработка плана реагирования. Ну, в шаге 3, уже повторюсь, мы формируем план действий, который позволит предупредить наступление конкретного рискового события. Предупредить, предвидеть и предупредить. В этом суть управления риском. Не просто создать табличку, не просто определить категорию, а мы должны сделать так, чтобы мы могли его предупредить, чтобы наш проект не превратился в критический при наличии таблички. Мы должны с этим работать, а чтобы с этим можно было работать, вот эти шаги. как нужно формулировать план действий? Он должен быть эффективным, емким, то есть максимально решить проблему с минимальными затратами. То, что я вам говорила, найдите своих инженеров, найдите ваши источники компетенции внутри компании, прежде чем вы пойдете искать какого-то подрядчика. Это всегда богатейший опыт. Это просто как один из примеров. Поговорите с логистами, если это логистические какие-то риски. Наверняка есть какой-то человек, который отвечает за сертификацию и может что-то подсказать. То есть используйте ресурсы компании в первую очередь. После того, как мы сформулировали действия, мы должны оценить, здесь внимание, потому что этого я тоже нигде не видела, в России точно. Мы должны оценить, сколько они нам будут стоить. нам нужно нанять компанию, которая проведет нам вылью инжиниринг. Это дополнительный контракт, это дополнительные деньги, время им для того, чтобы они посмотрели всю проектную документацию, оценили, провели риск-сессию, заключили договор тоже иногда в некоторых компаниях это проблема. И это та активность, которую мы должны заложить в график и в бюджет соответственно. То есть чтобы минимизировать нам максимально минимизировать риски, мы должны вложить вот это. Поэтому мы должны знать, сколько будет стоить наш план реагирования и внести это в столбец. Здесь соответствующий столбец и стоимость реагирования. Это очень важно. Иногда просто некомпетентность, спущенная сверху компанию, нам обходится очень дорого. И у нас нет аргументов как-то этому противостоять. А когда мы вот накопили какую-то базу знаний и данных, мы говорим, ребят, вот мы наняли компанию за 50 миллионов, а по факту все это проектирование нам обошлось в 300. Уже давайте что-нибудь с этим делать. Может легче на 180 нормальную компанию нанять. То есть когда у вас будет вот эта база, у вас будет аргументация и это не будет больше продолжаться. далее нужно оценить с вот этим планом реагирования снизится ли вероятность наступления риска и на сколько. Ну то есть у нас был риск с вероятностью 0,8. Ну если мы вот эти мероприятия проведем наверняка его вообще не будет. Мы там все решили ну чуть-чуть себе оставим может быть даже если 0,4 это уже отличный результат. Ну ущерб тоже автоматически пересчитается то есть мы оценили с вами сколько стоит риск с учетом вероятности мы оценили с вами план деньгах план реагирования мы сказали что после плана реагирования вероятность снизится в два раза ущерб снизится вот столько и соответственно мы считаем ущерб плюс план реагирования потому что это тоже деньги бюджет вот это почему-то не учитывается а это очень плохо потому что эти действия мы вносим в график на компании на логистической компании сертификационной компании которая решает помогает нам слежать какие-то риски и это должно быть и в графике и в бюджете пойдем дальше собственно уже почти финиш кого-то включен микрофон и я слышу тебя на следующей вкладке коллеги микрофон включился проверьте пожалуйста на телефонах что на второй вкладке этого файла и сама собственно матрица но она не одна она есть матрица рисков и возможностей и соответственно с отслеживанием я вам показала здесь буквально стрелочки для того чтобы то есть мы видим и оцениваем картину насколько мы отработали риск номер два у нас был с вероятностью 0.8 без таблички легко посмотреть стал с вероятностью 0.6 ну здесь цифрам не доверяйте потому что я просто готова файл для демонстрации да тут конечно можно все реально посчитать но я просто сделала для наглядности и сделала специальные ошибки чтобы вам тоже показать то есть у нас все хорошо второй риск снижается вероятность удешевляется он даже четвертый тоже третий а вот что у нас происходит с пятым риском посмотрите пожалуйста в таблице видно вам красными специально выделила то есть если раньше до плана реагирования этот риск был с вероятностью 0.6 и стоимостью 23 миллиона ну ущерб который он наносил с учетой вероятности то после плана реагирования да мы вероятность снизили 0.4 а стоимость стала 34 зачем нам такое реагирование мы же это делаем для того чтобы минимизировать и риск и собственно затраты да ущерб от этого риска а у нас получается какая-то абракадабра это я сделала умышленно чтобы вы обращали ваше внимание потому что ну это неэффективное планирование реагирование на риск то есть получается что ваши меры на реагирование стоят дороже и может лучше все-таки принять этот риск и не особо не заморачиваться да либо поискать другое решение более эффективное проверить себя насколько план адекватный что еще ошибочно может быть да это когда у нас вероятность была 0,6 а стала вдруг 0,8 да то есть тоже непонятно зачем мы так управляем риском с увеличением ну конечно это ошибки но просто обращаю ваше внимание чтобы ну вы тоже видели это ну и в результате очень красивая картина то есть у нас раньше было три риска в красной и желтой зоне красно-оранжевой сейчас по факту настолько риск 2 ну пятый риск с которым сейчас надо поработать и вывериться и вот в таком контексте я вижу как я управляю рисками насколько эффективно с какими рисками мне надо работать в первую очередь какие риски у меня сколько стоят я понимаю что мне нужно внести в график как дополнительную работу как это будет влиять на мой бюджет и мне есть о чем доложить менеджер да о потенциальных рисках проекта или изменениях ну вот у нас теперь есть понятный список рисков с понятными ущербами вероятностями ну и в общем план действий что дальше да то есть здесь фактор третий о котором я говорила вернее второй да когда руководители проектов не совсем понимают для чего они все это делают все эти реестры все эти матрицы как правило они уходят от этого не хотят этим заниматься есть и такие руководители проектов поэтому я решила собственно объяснить да то есть конечно глядя с высоты проекта я и так все знаю да но ты все знаешь но ты не видишь вот эту аналитику ты не видишь как меняется картина а как должен финансовый директор генеральный директор да видеть собственно что у него происходит в компании ну и вот сидят два директора в надежде видеть какую-то реальную картину ситуацию по инвестициям на уровне компании им как-то нужно принимать решения долгосрочные или краткосрочные у них огромные неопределенности и не видя консолидируемых по компании рисков снизу вверх не попытавшись измерить уровень неопределенности хоть как-то они не могут принять никаких решений поэтому в компании есть аудиторы поэтому в компании есть подразделения которые собирают информацию в единую картину Игорь уже рассказал достаточно подробно о том как работает система управления рисками в больших компаниях я просто один слайд покажу вам так секунду значит иностранные компании вот из моей практики да то есть я не наставила может быть я что-то не знаю потому что я не во всех компаниях работала они оценивают риски в бюджетах проектов да то есть вот так же матрица так же посчитали риски со всеми статьями со всеми подробностями и внесли в бюджет у них есть статья риски в любом бюджете любого проекта и деньги на эти риски понятно что они динамичные там каждый месяц мы отчитываемся по проектам каждый месяц мы там минимизируем вероятность и сумма меняется они резервируются под проект у них нет понятия инфляции у них нет понятия заемный капитал ну может быть есть но это не так ярко как в России подходы российских компаний в зависимости от горизонта рассмотрения собираются самые значимые риски проектов реализовавшиеся в текущем году или с высокой вероятностью реализующиеся в следующем году это зависит от от срезанных которые хотят посмотреть да то есть текущий год или на следующий год и консолидируют с учетом данных критерий ну вот в пирамиде в этой я так придумала то есть из проектов собираются все риски из матриц слева нарисован инструмент матрица рисков они консолидируются оцениваются риски например с влиянием от 100 миллионов рублей с вероятностью наступления там выше 20% агрегируются по подразделениям и дальше агрегируются в единую карту консолидированных рисков проектов на год да где четко видно и кстати критерий отклонения по там по EBD или NPV в зависимости от внутренних политик компании и оцениваются эти риски потом принимается решение как бы из какого резерва это взять и что с этими рисками делать может просто как бы принять и так далее да то есть суть в чем суть в том что когда руководители проектов делают свои матрицы рисков вся эта информация уходит на уровень компании ошибки в планировании рисков на уровне проектов да они тоже консолидируются поэтому еще раз скажу что ребят надо профессионально относиться к своим рискам неважно какой инструмент у вас есть XL или целая программа Primavera которая считает риски или даже ну вряд ли вам интеллектуальные нейросети посчитают риски да но тем не менее важно это сделать правильно и профессионально ну и заключение спасибо вам за внимание надеюсь мне удалось привнести новизну ваше понимание управления риском и желаю вам всегда держать ваши риски под контролем я всегда открыта понимаю что будут вопросы возможно да давайте обсуждать давайте улучшать ну и абсолютно уверена что следующий шаг за нейросетями и это наше будущее уже недалекое спасибо большое спасибо Оксана боюсь что это уже скорее настоящее да да прям вот близко мы не еще не начали этим настоящим пользоваться и те кто оказываются более просторопными получают определенное экономическое а может быть даже и эволюционное преимущество а в чеке несколько вопросов Александр Борисович может быть вы озвучите свои вопросы если можете хорошо тогда я это сделаю два вопроса к докладчикам управление рисками это функция компетенция участника проекта или процесс требующий специальных отдельных организационных и технических решений кто из докладчиков готов ответить давайте с вашего позволения я начну то есть в идеальном мире конечно должен быть у каждого сотрудника участника проекта консервный подход но в реальном мире все же необходим какой-то человек который будет эту культуру правильной риски насаждать как минимум то есть это может быть роль может быть и выделенная должность отдела структурного подразделения зависит от масштабов организации проекта то есть у нас строится система децентрализованная то есть рискно управлять люди функциях которые занимаются реальными бизнес направлениями то есть реальной работой но также есть координация которая занимается модельная структура которая координирует устраивает помогает подсказывает разрабатывать инструменты обеспечивает рабочую область и все остальное у нас вот так спасибо Игорь наверное действительно ответ на вопрос Александр Борисович управление рисками это функция или процесс для меня это культура культура ведения дел и насаждать ее ну наверное да должны специально подготовленные люди желательно без особого кровопролития может ли кто-то привести пример из реального проекта по работе с риском имеющим положительный эффект Оксана может быть вы вспомните ну конечно же статистика плачевна да был у нас такой риск который для нас превратился в возможности когда заказчик делал ошибки то есть это в данном случае сыграла некомпетентность заказчика его специалистов вот они не смогли получить своевременно спецусловия и это задержало проект на 6 месяцев в общем-то мы успели все что называется браво я могу добавить да Сергей любые погодные события они же могут быть как с положительным так и с отрицательным знаком там сегодня ранняя весна и обская губа оттаяла быстрее чем обычно мы можем на месяц раньше начать навигацию это 2017 год месяц дополнительный к навигации это возможность там завести ну и дальше уже по проекту соответственно дополню эту тему потому что у нас были зимники да они работают только с июня по сентябрь по обгуст если мы не успели завести оборудование и когда он разливается мы все сидим и ждем и естественно когда мы не успевали доставлять оборудование мы там делали перехватывающие склады мы это успевали сделать да то есть погодные условия тоже собственно иногда могут быть возможностями спасибо коллеги пойдем дальше вопрос Павла Храпкина к Оксане сверху спустили подрядчика кто юридически формирует отношения с ним учитывая риски на этапе установления отношений если компания заказчика то именно он и несет ответственность за неучтенные риски ваше предложение не на его же офис поехать посмотреть хорошо но как-то не очень профессионально Псана что скажете скажете Павел ну естественно существуют какие-то договоренности да между подрядчиком и его заказчиком где-то там на каком-то уровне и когда это приходит в проект и ты понимаешь что какой бы тендер ты не инициировал все равно значит результат будет понятным можно конечно бороться если для этого есть какие-то ресурсы да но как правило руководитель проекта понимает что это его реальность и он начинает думать как минимизировать все то что ему попало формулируя договор да ну то есть для этого нужно сначала как правило поехать и посмотреть на его территории какая оснащенность этого офиса да потому что у нас была ситуация когда спустили такого подрядчика который даже Макрософт лучше не имел да то есть это иркутский регион там особых специалистов нет там особых компаний подрядных не сидит никто вас не ждет своя специфика и менталитет в том числе поэтому не приходится решать эту ситуацию на уровне проекта пытаясь переложить эти риски перестраховывая себя в контракте ли организационно ли вот так Оксана простите на человеческом уровне все более чем понятно наверное надо поехать посмотреть в глаза там все оценить но собственно то чему вы учите вот тех людей с которыми вы работаете это же профессиональный подход и как раз ну вот Игорь его великолепно совершенно продемонстрировал то есть перечислить риски в матрицу потом оценить вероятность их наступления заранее это и есть профессиональный подход а я что-то по-другому организовала оценка наступает после этого вот не профессионал который не перечислил те риски которые наступают он действительно несет ответственность но это просто неграмотный неквалифицированный Кирилл я не совсем понимала ваш вопрос я именно об этом рассказывала простите почему-то хорошо понимаете матрица ответственности это абсолютно фундаментальная вещь в риск менеджменте если эта матрица не заполнена какие бы там цифры не стояли если в ней нет ответственность так как у Игоря в табличке это было это просто ну неграмотный подход к риск менеджменту если говорите про матрицу ответственности в проектах есть матрица распределения ответственности но мы сейчас с вами говорим про управление рисками и про компетенцию руководителя проекта да был приведен такой пример но он не единственный такой пример давайте обсудим другой но это та реальность которая у нас в России есть да надо от нее отходить но тем не менее она есть спасибо коллеги давайте пойдем дальше вопрос снова к Оксане наверное это эффект последнего докладчика есть ли опыт встраивания процесса управления рисками в проект который реализуется с применением Agile Scrum Framework если есть то в какие события лучше его встраивать планирование ретроспективы или это отдельно стоящий от событий Scrum процесс или он не нужен в этом фреймворке хороший вопрос по то что мы сегодня обсуждали в втором и третьем докладах это действительно скорее применение тяжелой водопадной процессы а что касается Agile наверное попрошу всех докладчиков сказать что-то об этом Оксана с вас начнем ну я в чистом Agile не работала тут я думаю что мое экспертное мнение здесь вам ничего не скажет мы использовали только фрагментарный Agile в наших проектах это комбинированы были методики сейчас мы используем эту таблицу эту матрицу даже для неокурпроектов поэтому мне кажется она универсальна если есть риски если есть неопределенность в ваших проектах вы можете ее встроить куда угодно спасибо Игорь ну вот здесь тоже хочу сказать что я конечно представляю что такое Agile да но мы его не применяем в них я не работал поэтому тоже сложно так сказать как это лучше устраивать в таком виде но в любом случае риски даже в таком кстати приборке тоже нужно учитывать тоже нужно о них говорить и скорее принимать решения в храмах да вот для минимизации рисков спасибо да еще можно я сразу же отвечу вопрос который произошел в презентации у Оксаны непонятно почему количественная оценка рисков где-то сбоку была в моей схеме вернее уровневой нарисована смотрите Александр то есть вот когда мы делаем количественную оценку рисков ну по таким крупным проектам да мы учитываем также риски сроков риски сроков достаточно сложно учесть оценив их по отдельности да и создать какую-то достоверную картину то есть их возможно оценить только в совокупности с влиянием других рисков корреляции между ними и соответствующее влияние на на их на стоимость потому что если мы каждый риск например там оценим по стоимости там миллиона рублей да этот риск реализуется из-за сдвига сроков или в разное время то их влияние может как и сложиться да вместе то есть один плюс один плюс один либо идти параллельно и не оказать влияние более чем влияет на риск то есть именно такая система такая сложная модель она позволяет новую достоверную картину создать получить торнадо рисков увидеть какие риски дают с наибольшей вероятностью наибольший вклад в сдвиг сроков там или изменить стоимость и тогда уже их качественно приоритетизировать проблема в другом что настроить такую подобную модель это громаднейшая работа и исходными данными это является как и оценка стоимости проекта оценка ресурсов оценка временного влияния на работу все да и так далее и она выполняется в начале проекта для расчета резервов да и потом по необходимости там либо когда у нас есть какой-то стейдж гейт когда мы должны принять решение продолжать проект или нет если у нас серьезно изменились какой-то внешний внутренний контекст проекта изменились требования заказчика то есть мы какие-то серьезные мнения хочешь снести тогда имеет смысл потратить огромное количество времени и трудозатрат да и получить достоверную картину вот поэтому для каждого риска я это не называю количественной оценки риска каждый риск он оценивается и по срокам влияние на сроки и на стоимость и на содержание методам экспертной оценки То есть по трем параметрам каждый риск оценивается. То есть у нас называется это качественная оценка риска. То есть влияние одного риска, если реализуется один. Но совокупная оценка, мы называем количество оценкой риска, это когда у нас полная картина проекта, полная модель с устоверным контрактным влиянием, с учетом всех корреляций и всего остального. Поэтому она как бы сбоку. А каждый риск оценивается, естественно, когда он инвестируется. Все, спасибо. Спасибо, Игорь. Сергей, возвращаюсь к Эджайлу. И следующий вопрос из чата о применении в IT-проектах. Я подозреваю, что второй и третий докладчик больше работали с тяжелыми водопадными проектами. Наверное, за IT придется говорить тебе. Ну, давайте попробуем. Опыт встраивания в Эджайл. Эджайл и риски. Ну, опять, я вот, к сожалению, красивого ответа, наверное, не дам. У меня был опыт построения на Эджайле портфельного управления, когда между проектами и целями, когда между проектами и целями есть выгоды бизнесу. По ПМС-проектах, опять же, я бы не сказал, что у нас риски как-то отличались или, скажем так, нет, были Эджайл-специфик риск, что называется. То есть у нас спринты там определенные, риски по срокам, они связаны со сроками, они привязаны уже к спринтам. Но это не содержательное отличие. Вот еще раз, мой ответ, он может быть не очень хорош, но я принципиального отличия управления рисками в Эджайле, да это то же самое. Идентифицируйте, оценивайте, планируйте, отслеживайте. Либо я вопрос не понимаю, но тоже возможно. Хорошо. Про ИКИ, когда РП нужно пости команду, управлять ожиданиями заказчика и всех дружить. А как совсем... Ну, давайте я отвечу, Алексей. Да, ну, Алексей, любому руководителю проекта нужно пости команду, управлять ожиданиями заказчика и всех дружить. Да, как бы это работа руководителя проекта, организовывать, координировать и двигать. Поэтому, если в вашем IT-проекте, вот сейчас параллельно у нас идет как раз IT-проект, которым я участвую, это SAP PPM, да, мы запускаем. Соответственно, есть руководитель проекта, я там в качестве единого ответственного лица. И да, у нас в проекте есть риски, и мы их оцениваем, потому что если эти риски влияют на ход реализации проекта, заказчик точно не будет доволен результатами, да, и мы ожиданиями не сможем управлять его. Поэтому это все равно нужно в той или иной мере оценивать. Особенно влияние на сроки, на какие-то объемы работ, потому что это будут изменения. Это все нужно отслеживать. Что касается второго, вопрос не совсем поняла, потому что в производственных проектах, где руководитель проекта часто не выделенный, я не видя таких ситуаций. Если есть проект, всегда должен быть руководитель проекта, иначе это не проект, а какое-то мероприятие. Проекты изменений тормозятся людьми на местах, и нужно всех... Да, проекты изменений всегда сложные, и здесь должны быть очень сильные лидерские качества. Человек, который, в общем-то, ведет и показывает, куда мы идем, в какое светлое будущее, и что все эти изменения, они не страшны, да. Здесь немножко более жесткие методы могут применяться в зависимости от масштаба изменений и так далее. То есть уточните вопрос, потому что не очень понятно, про проекты изменений или про производственные проекты вопросов. Я думаю, мы продолжим обсуждение в нашем чате, тем более, скорее всего, мы сегодня сделаем отдельную ветку, именно посвященную управлению рисками, поскольку, повторю, то, с чего начал сегодняшнюю встречу, управление рисками – это, наверное, можно сказать, культура в виде управления проектами, поскольку здесь новация не только в уникальном, не только продукт, но и обычно механизм его получения. Без управления рисками вы в лучшем случае перерасходуете все, до чего сможете дотянуться, а в худшем и результат не получите. Если кто-то мы уже… Кирилл, можно, да, я прошу прощения, я немножко не в голове после болезни. Большое спасибо за такой очень интересный семинар и очень интересный подбор докладчиков. Для меня некоторые вещи были новыми, и за это большое спасибо. В дополнение к моему вопросу. Вот интересно, что мы сегодня увидели три подхода к управлению рисками в проектах. Один, ну, два текущих и один будущий. То есть два текущих. Это вот Оксана очень интересно рассказала о подходе, который я бы назвал подход от компетенций. Когда люди в проекте должны хорошо владеть и своей основной специальностью, и понимать специфику управления рисками. Но при этом основной – это все-таки базовая компетенция, когда люди знают, кем они управляют. Второй подход, который коллега представлял Игорь Погодин – это подход именно от процесса, когда помимо компетентных людей в проекте еще участвуют специально выделенные люди, которые занимаются поддержанием процесса управления рисками. Здесь есть достаточно сильная сторона, то, что единая методология, то, что есть инструменты. Но есть и свои риски в том, что мы можем получить людей, которые оторваны от базовой специальности, и они не очень хорошо себе представляют рисками, чего они помогают управлять. И, на мой взгляд, вот эта тема, она очень сложная и очень малоразвитая. Вот тем, что параллельно реальному управлению рисками в проектах существует еще, так сказать, теоретическая часть, которая иногда бывает оторвана от практики и развивается сама по себе с написанием стандартов, как ГОСТов, так и международных, в которых написано то, что люди реально в проектах никогда не применяют. И здесь интересен третий аспект, вот тот, о котором Сергей говорил, о том, чтобы вот эту вот часть изъять, связанную с процессом, и отдать ее искусственному интеллекту, который будет учиться на наших достижениях и ошибках и сможет стать помощником человеку, не влияя при этом ни на бюджет проекта, который слегка подрастает, если мы вводим специализированных людей, и специализированные системы, и не влияя на сам процесс управления рисками. Но здесь тоже есть очень такая серьезная задача, которой могли бы вот люди типа Сергея Грачева заняться, это как раз-таки оценкой экономической эффективности применения искусственного интеллекта. То есть, по крайней мере, он должен быть не дороже, чем тех людей и процессов, и систем, которые мы используем в, так сказать, ручном режиме. И, на мой взгляд, это достаточно сложная задача, и я так понял, что Сергей к этому уже поступается, когда говорит именно о рисках применения, о присущих рисках, присущих искусственному интеллекту. То есть, он все-таки больше говорил не о рисках проекта, а о рисках замены человека на искусственный интеллект. Тема очень интересная, она немножко отдельная, если я с Павлом согласен, она отдельная от темы нашего сегодняшнего вебинара, но она сама по себе очень интересная и перспективная. Поэтому в этом плане огромное спасибо коллегам. По всем трем докладам, я думаю, есть о чем задуматься, пересмотреть, подумать. И спасибо большое удахе. Спасибо, Александр Борисович. Александр Смылович, добрый день. Вы смогли подключиться. Спасибо. Можно мне что-то сказать? Есть такая возможность? Просил бы. Ну, во-первых, всем большой привет из далекой Севильи, Испании, куда я, несмотря на все риски и проблемы, все-таки попал, на мероприятия IPMA. И с большим интересом прослушал. Правда, Сергея включил где-то на ближе к концу уже все три доклада. И мне вот очень понравилось то, что Александр Болдин сейчас говорил, эти мысли. Я, правда, немножко на это смотрю по-другому. Действительно, каждый докладчик представил немножко своеобразный подход. Правильно Александр Болдин их выделил, как три. Но, на мой взгляд, они не противоречат друг другу, а как раз и должны на практике в наших очень таких турбулентных условиях, когда мы и раньше рискам придавали первостепенное значение, об этом много раз говорили. Сейчас работа с рисками, по-моему, становится еще более значимой и важной для успеха проектной деятельности. И вот мне кажется, что и успех будет тогда, когда мы научимся сочетать вот все эти три подхода и развивать их соответственно. Я бы даже дополнил, и то, что вот, ну, можно это в компетентностный подход включить, что мы вот сейчас работаем над расширением этих компетентностных моделей в области ситуационной чувствительности, чувствительности профессионалов к слабым сигналам. Ну, то, что, собственно, является основой интуиции, прозрения, предвидения и так далее. Не буду об этом сейчас много говорить, но я хотел бы сказать, что те проблемы, те задачи, та турбулентность, которая нас окружает, становится все большей, она побуждает нас, как профессионалов, действительно развивать все наши инструментарии, наши подходы. И управление рисками, да, важнейший тоже здесь элемент. Надо действительно по всем этим направлениям развиваться, познавать их, понимать, научиться применять, владеть ими и в практике так использовать, как, собственно, это требуется. Это действительно непросто. Это большая работа и это большое искусство. Ну, и, наверное, поблагодарить хочу и организаторов, как всегда, молодцы, и докладчиков, и слушателей, и сказать, что тема рисков, безусловно, неисчерпаема. И нам, наверное, надо думать, как мы дальше можем ее развивать, возвращаться к ней, углублять какие-то аспекты. И тем самым действительно помогать нашим профессионалам успешно выполнять проекты. Чего я всем и желаю. Спасибо. Спасибо, Александр Смылович. Добрый день. Можно вот как-то тоже выступить? Да, Валерий, пожалуйста. Добрый день. У меня маленькая ремарочка, да, вот, не знаю, может быть, коллеги меня поддержат, но вот мне было тяжело. Сначала три доклада, а потом вопросы. Те вопросы, которые, как бы, у меня прям вылазили по ходу докладов, да, то есть если их не записывать, то к третьему докладу ты о первом уже забываешь. Вот хотелось бы, наверное, все-таки изменить немножко формат и прям по горячим следам по докладам какое-то обсуждение минут 10 сделать. Валерий, там есть чат. Вы сразу пишите свои вопросы. Хорошо, да. Я только потом понял, что это в чате надо делать, потому что с телефона, как бы, я не сразу сообразил, в каком месте можно записать. Касательно Сергея, очень понравился доклад по искусственному интеллекту. Вот свою семечку хотел вот какую воткнуть по этому поводу. На самом деле, говоря об искусственном интеллекте, мы говорим прежде всего о нейронных сетях. И, к сожалению, мы с этим столкнулись при реализации там комплайнс, анализа комплайнс рисков, что мы очень надеялись, что нейронка поможет нам оценивать комплайнс риски. И в конце концов методологически поняли, что это полная безнадега, потому что переобучение сети при резко изменяющихся условиях исходных данных практически делает неактуальной выводы нейронки касательно объекта исследования, в данном случае риска. Поэтому вот применение нейронных сетей с точки зрения количественного анализа рисков, оно не очень удачный инструмент. И второе, вот как-то не был затронут вопрос такой очень важный, на мой взгляд, что нейронные сети, вообще искусственный интеллект, риски внедрения в компанию искусственного интеллекта, они, к сожалению, породили удивительный вопрос. Куча методологий, которые закреплены в ИСО, в ГОСТах, по статистическим методам анализа, они практически в данной ситуации не работают. То есть они просто аннулируются от других методов, кроме как вот экспертных, которые все любят, а я ненавижу, потому что сколько экспертов, столько и мнений. То есть да, я все-таки за какие-то математические модели. И получается, что когда мы решаем задачу в отношении искусственного риска внедрения в компанию искусственного интеллекта, мы формируем исходные данные для анализа рисков и оценки этих рисков в одном ключе, а сам искусственный интеллект меняет эти условия исходные. И мы никогда за ним не угонимся. И поэтому вот эти вот методы, они делают практически... Ну, невозможно их применять. Вот это большая проблема, что нас практически обезоружили эти виды рисков. Они требуют каких-то совсем новых подходов и методологий для их расчета. Вот то, что касается Сергея. Второй доклад мне очень понравился. Ну, Росатом, понятно, там очень хорошо подготовлен в этом плане. У них там риски такие, критические, скажем так, критическая инфраструктура. Меня что во втором докладе, что в третьем у Оксаны насторожило вот что. Что мы пытаемся каждый раз, вот сколько я докладчиков слушаю, каждый раз каждый докладчик предлагает свою систему классификации рисков. Господа, есть государственные стандарты. Там есть 13 видов опасности, в рамках которых объедены 79 видов рисков. Видов. А в каждом виде там этих рисков может быть... Ну, вот у нас в программе там от 4 до 16 рисков в каждом виде есть. То есть, ну, может быть, нам все-таки унифицировать как-то подходы к классифицированию рисков. Потому что, ну, это вот этот бардак, он порождает вот прям какую-то кашу. Пазл не складывается. А почему они эти риски не рассматривают? А почему вот здесь про это вообще не сказали? Вот здесь не очень как-то хорошо. Надо как-то нам все-таки приходить к стандартизму. Нельзя же стандарты. Нельзя стандарты пишут, да, наверное, для того, чтобы мы как-то играли по одним правилам игры, пользуясь одним понятийным аппаратом. И то, что касается вот у Оксаны, у меня к Оксане скорее вопрос. Я очень... мне приятно, что огромную часть своей презентации она посвятила материалам, которые я ей прислал. Хотя, как бы, ну, на самом деле прозвучала не в той интерпретации. С точки зрения, возможен ли риск земельного участка, плохого оформления. Я два года руководил управляющей компанией индустриального парка. Так вот, управляющая компания, внутри компании была проектная команда. И именно компания приобретала на себя земельный участок. И проектная команда отвечала за его оформление. Поэтому здесь, наверное, просто, ну, нужно понять контекст. Я, наверное, просто материала, которые выслал Оксане, она не поняла контекст. Мне хотелось бы у нее спросить, опыт чувствуется очень большой, как они на практике, может быть, в иностранных компаниях, потому что с определенными иностранными компаниями мы работали, у нас есть какой-то опыт. Но, может быть, еще что-то добавится. Каким образом определяется количественное значение риска аппетита? Вот тот риск, которому компания говорит, я вот до этого момента принимаю риск. Не буду им заниматься, не буду там хиджировать его никак. Вот до этого для меня не страшно. Знаете, как Центробанк. Он выпустил конкретную инструкцию для банков. Если риск не превышает 20 тысяч рублей, риском не занимается. Вот все, отрезали. До 20 тысяч вообще неинтересны риски, хоть пусть их будет 50. Нет, не занимаемся. Есть инструкция Центробанка, которая прям четко определяет границу риска аппетита. Ну, там просто странно как-то для всех рисков сделано в банковской сфере. Но, так или иначе, вот, может быть, есть опыт какой-то, какие методологии используются компаниями крупными для определения именно значения риска аппетита, по рискам конкретно. Спасибо большое. Спасибо. Валерий, ну, я отвечу. Ну, во-первых, не большую часть своей презентации, а всего лишь два риска я упомянула, которые вы прислали здесь. Это не большая часть. Это всего лишь упомянутые строчек шесть. Что касается риск аппетита, этот вопрос лучше задавать менеджерам компании, которые реализуют те или иные риски. Те компании, в которых я работала, международные, разные значения, в зависимости от той стратегии, с которой эти компании выходят на российский рынок. Было до 10% от бюджета проектов, было до 30%. Но до 30% это были не очень большие проекты, но они брали количество. То есть это вряд ли можно стандартизировать какими-то правилами центробантов. Спасибо. Семинар пошел на второй круг. Спасибо. Сергей, пару слов скажи, пожалуйста, и будем кланяться и благодарить. Да, спасибо за возможность отреагировать. Смотрите. Цитата Филипп Филиппович Преображенский с «Собарьей сердце». «Не читайте перед обедом советских газет. Так ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Вот в данном случае газеты – это нейросети. Я не про нейросети говорил. Статистические методы мы очень легко берем и складываем в базу знаний. И потом используем при обработке тех или иных рисков. Используйте семантические сети. Есть другие газеты. Семантические сети. Я о них говорил большую часть. Нейросети – это очень узкий инструмент, очень широко разрекламированный. Я не против абсолютно нейросети. Это прекрасный инструмент под свои задачи. А для управления рисками я с вами абсолютно согласен. Это не тот инструмент. Спасибо большое. Спасибо, Валерий. Спасибо, Сергей. Одного нашего слушателя И наша встреча навела на мысль сделать свой вебинар по управлению рисками. Наверное, будет хорошей идеей сделать его, выступить у нас на нашей площадке. Спасибо всем, кто принял участие в нашей встрече. Отдельная благодарность докладчиков нам удалось собрать, действительно, дать такой обзор этой непростой темы с разных сторон. И вижу в этом свою ценность. Я полагаю, что к теме управления рисками на проектах мы будем возвращаться снова и снова. И надеюсь, наши докладчики, те, кого эта тема волнует в своей профессиональной деятельности, также примут в этом активное участие. Напомню еще, что Савнайт издает журнал управления проектами и программами, и хорошие идеи, хорошие практики по управлению рисками, там, конечно, займут свое надлежащее место. Спасибо, кто нас слушал вживую в записи. И мы начинаем готовить следующую проектную среду уже в октябре. Итоги, Николай, наверное, выложим как можно скорее. Ну, по нашему опыту мы, как правило, выкладываем через сутки. То есть мы их обрабатываем, готовим дайджест, размещаем на сайте Савнет и в чатик уже даем ссылочку. Будут доступны презентации спикеров и видеозапись материала. То есть можно пересматривать. Плюс все наши докладчики остаются в чате. Диалог можно продолжить далее за пределами уже проектной среды. Спасибо, Николай. Всем хорошего вечера. И до новых встреч. Остаемся в чате. До свидания. Спасибо, коллеги. До свидания. Спасибо. До свидания.